Друзья, вы видите мой офис, но сейчас на время тут будет у нас, ешь, ешь, очень хорошо, значит будет Виктор, Виктор у нас интервьюирует практикантов, не, ну это вот там, там надо будет сидеть на главном, значит, какая честь, да, Виктор, вот я, у меня есть такая мулька, что вот как в кинофильме там каком-то про гражданскую войну или там про какую-то войну, женщина-снайпер на прикладе, значит, делала заметки, значит, сколько народу там грохнуло, вот, а у Виктора есть список, где он пишет всех, кто через него прошел, но там было хорошо, так за 150 человек уже, Виктор, вот у меня вопрос конкретный, такой, вот я тему недавно поднимал, человек и смартфон, или скажем так, человек, общающийся с другими людьми, и вот он сидит со своим смартфоном, и вот между нами, да, и мы вроде что-то обсуждаем, а он в этом смартфоне, и как бы вот наше живое общение, как бы на втором плане, а вот то, что у него там, это на первом, это распространенная проблема, вообще, как в компаниях происходит, какое отношение, это вот что-нибудь, вот пару слов. Ну, тут, в общем, два вопроса в одном, первое, это вот если мы в компании, и у нас есть какая-то беседа, или какая-то тема, на столе, и вдруг кто-то сидит в телефоне, и второе, это бизнес, культура и бизнес отношения к смартфонам. По первому вопросу, я, в общем-то, мне неприятно, если мы сидим в компании, разговариваем, я не знаю, выпиваем, что угодно, дело не в выпивке, и вдруг кто-то упирается в телефон надолго, это неприятно по двум причинам. Первое, создать впечатление, что человек тебя игнорирует, причем это игнорирование, мне кажется, вызывает какое-то негативное поле вокруг. И второе, связано с тем, что человеку тогда нечего делать в нашей компании, если ему телефон и браузинг интернет в это время интереснее, чем находиться в нашей компании. Естественно, я понимаю, что у нас у всех дети, у нас у всех семьи, и когда мы в компании, если не полная семья, и кто-то написал, надо ответить? О да, естественно. Otherwise, я думаю, что это неприлично. А вот на работе, конкретно в производственной обстановке. Теперь, как это работает в бизнесах? Значит, в разных компаниях это работает по-разному, но у всех, в общем-то, есть common sense business rules. Здравый смысл, да, спасибо, здравый смысл. Когда, например, все сидят на митинге в conference room, то не принято, чтобы человек сидел в телефоне. А если сидит? Если сидит, то чейермен этого митинга, в общем, может врезать. И я большой сторонник этого. Помимо этого, очень часто на митингах каждый сидит со своим лаптопом, и все сидят в лаптопах. В этом случае создается впечатление, что люди не присутствуют на митинге. Я обычно показываю примером, я на митинге с собой никогда не беру лаптоп вообще. Для того, чтобы сидеть, или я чермен, или я присутствую на митинге, я показываю свое присутствие, свою заинтересованность в этом митинге, и свой engagement с теми вопросами, которые решаются. Может, мы какие-то old school, может быть, вот пройдет, вот наше поколение уйдет, и все будут на митингах там общаться электронно, в одной комнате сидеть. Я боюсь, что мы именно в этом направлении идем, и я боюсь, что на сегодняшний день уже общечеловеческое общение ушло на второй план, а общение между людьми происходит через какие-то электронные девайсы. На самом деле это не очень хорошо. Так же, как смешная и очень интересная тема, это dating agencies и как люди знакомятся. Люди просто разучились знакомиться на улице, в барах, в ресторанах, в каких-то местах общественного посещения, и все делается теперь через интернет, вплоть до того, что люди уже не знают, как знакомиться и что друг другу сказать. Это не обязательно связано с построением семьи, а просто общие знакомства на улице. И это немножко консерней, как по-русски. Беспокоит. Беспокоит. У меня первая ласточка получилась, прилетела, так сказать, к Сене, к нам, когда я поймал себя на том, что я не могу больше читать художественную литературу, потому что я из-за чтения выуживаю информацию. Понимаешь, вот когда интернет возник, и мы стали из чтения выуживать информацию, и дальше я потерял удовольствие от чтения художественной литературы. Поделился с приятелем, у меня на год старше в Москве живет, и он говорит, Миша, я две недели заставлял себя читать, чтобы вернуть ощущение удовольствия от художественной литературы. Миша, вы подняли проблему, которая меня тоже немножко беспокоит, потому что я немножко old school person, который любит читать книги, держа физическую книгу в руках и перелистывая страницы. То же самое. А наша жизнь настолько ушла вперед, что на сегодняшний день почти нет книжных магазинов. Книги больше никто не покупает. Раньше я был большим любителем букинистических магазинов здесь. А их уже нет? Практически нет, в которых можно было откапывать такие произведения искусства, книжные, книги, которые... За два доллара, слушай, а книжки... За два, за три доллара можно было купить, я не знаю, книжку, которой сто лет и сто пятьдесят, и которые были написаны на старом английском языке первыми пилигримами, которые пришли в Америку. А на сегодняшний день этого практически нет. А даже в этих букинистических магазинах ты когда туда заходишь, там какая-то другая атмосфера. Это просто пример того, что из нашей жизни уходят какие-то целые моменты, если не эпохи, о которых новое поколение просто не знает. У нас есть студенты в двух компаниях, наши выпускники работают в двух, которые делают электронные учебники для университетов. И ты как бы платишь software as a service, да? Да. Значит, ты платишь за пользование учебником онлайн, физической книжки у тебя нету, хотя при желании можно купить. Но они уже перестали, даже студенты учебники перестали. Тяжело таскать в рюкзаках. Это есть, да. И в этом-то и проблема, что новое поколение, то есть какие-то очень интересные моменты в нашей жизни уходят, и новое поколение о них просто не знает. И я понимаю, что движение прогресса, IT, технологии, все идут вперед и предлагают более конвиниент методы получения информации, более быстрого и эффективного, но при этом старое не должно уходить, оно уходит. Уходит. Больше того, интересная фишка, даже когда вы приехали в Америку 25-27 лет назад, например, была проблема найти информацию. Сейчас проблема не найти, сейчас проблема отфильтровать гарбич, мусор отфильтровать, потому что 99,9% это мусор. То есть информация есть, только теперь мы фильтруем, а тогда нам просто найти было невозможно. В библиотеках сидели. Ладно, я извиняюсь, Виктор, я понял, что там сзади студенты уже стоят. Оставляем Виктора, друзья, интервьюировать студентов и ретируемся. Всем удачи, пока. Спасибо. Здравствуйте, друзья. У нас в офисе гость. Ну, представляйтесь, гость. Ну, Дмитрий Смирнов, я менеджер в BlackBerry. Значит, Дмитрий у нас, наверное, лет 100 уже берет практикантов. В самых разных компаниях, где он работал, там были наши практиканты. И один вопрос мы сейчас вот исследуем. Я пытаюсь вести борьбу со студентами, которые сидят на уроке, уткнутые в свои девайсы. Причем он вроде бы на уроке, но его там нет. Я не говорю про тех, что в лаптопы свои уткнутые. Это старая история. Но еще вот эти девайсы. Понимаешь, вот он сидит, мало того, я два раза говорю убрать, причем конкретно вот пальцем подхожу, говорю, ты, говорю, убери, да. И они в этих девайсах. Какая-то виртуальная реальность, она их захватывает, и они уже отсутствуют в нашей реальности. Но у меня вопрос вот такой. В компаниях как относятся к людям, которые, допустим, сел на митинги, им девайс? Может такое быть? Ну, на самом деле, 90% митингов проходят так, что люди сидят на митинги и занимаются какими-то своими делами. То программируют код, то там баги верификацион делают, то какие-то скеджулы делают. Но все-таки по работе. Да, исключительно по работе. Если я вижу, допустим, кто-то занимается, сидит и в игрушки играет, я скажу раз, скажу два. Ну, потом ничего хорошего, конечно, он от меня рассчитывать не будет. Но бывает, бывает. Конечно, да. Это именно молодые так. У меня, например, может быть, там девах и в 40 лет может тоже сидеть в девайсе. У нее, допустим, там, может быть, ребенок, скажем, в Раш или там в Украине. И вот это прямо самое время, когда они могут пообщаться. Вот она сидит на дороге, общается. Ну, на самом деле, это все зависит от отношения менеджера ко всему этому. Если он видит, что человек делает свои таски, которые ему поручены, исправлять со всем, то есть я, в принципе, не против, чтобы человек там проявлял свою почту или еще что-то. Но если человек в ущерб тому, что, вот если я ему поставил, что нужно программить какие-то скейсы, а он вместо того, чтобы заниматься этим, смотрит какие-то игрушки, играет, это, конечно, неприемлемо, но скажешь, раз-два, да. Сразу человек становится, грубо говоря, в лист на то, что не получит никаких ни поощрений, ничего. Понял, понял. То есть это как бы не комильфо на самом деле? На самом деле нет. То есть все зависит от человека. Он может свободный от какого-то таска делать, смотреть на своем телефон. Вопросов нет, конечно. То есть ничего такого нет. Может быть, какая-то имерженсия, смс-ка кто-то прислал, проверить что-то. То есть в этом нет ничего такого. Конечно, сидит и сидит. Если он начинает злоупотреблять это, и видно, что он именно не по работе, а в игрушки какие-то играет, конечно, это... Ладно, спасибо, спасибо. А то я думаю, может, я old school какой-то. Не-не-не, на самом деле в некоторых компаниях больших, я даже больше скажу, такие как Сыска, eBay, PayPal, в них у менеджера существует определенное, грубо говоря, мониторинг софтвер, которое показывает, кто сейчас на чем занимается. Даже те, кто удаленно работает. А ты все равно заходишь на нетворк, на Wi-Fi, и этот Wi-Fi отслеживается, кто сейчас на каких линках сидит. Поэтому иной раз менеджер просто подходит и говорит, ты сейчас что делаешь? Ты сейчас по работе сидишь или проверяешь свою почту? На самом деле во многих компаниях за этим следят. Ну, отлично, отлично. Спасибо. Нет, что, удачи. Спасибо.